Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый понедельник мы говорили о судьбе, и так получилось, что наш разговор прервался как раз на теме пандемии, является ли это наказанием Божьим за все нами содеянное, за наше неправильное, негодное такое поведение, за нашу такую негодную жизнь. Мы поговорили о судьбе, верят ли православные в фатум, существует ли такое понятие как рок судьбоносный, поговорили о кресте и о том, что такое крестоношение. А вот сегодня захотелось продолжить разговор, потому что мы никуда от этого не уйдем, 20-й год, хоть он закончился, но он еще очень долго будет в нас. Он зародил очень интересные такие синдромы, синдромы апокалиптических настроений. Люди действительно начали страховаться, стали боязливы, стали опасливы. И это касается не только ношения масок, перчаток, это касается не только опасения за собственное здоровье. Все сюда вновь вернулось, вновь мы начали бояться вакцин, потому что это чипирование, вновь мы стали бояться каких-то последних времен и начали искать знамения этих последних времен. Так как же православный христианин должен, или лучше сказать, как ему правильно воспринимать эсхатон, конец всего сущего, или то, что мы называем апокалипсисом? Поговорим об этом с нашим гостем, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, преамбула была длинной, обстоятельной. На нашем веку, на нашем, я имею в виду, священническом веку, мы с вами... Ни один конец света пережили. Ни один конец света. Мы переживали 2012 год, мы периодически слышим, что где-то появляются какие-то паспорта нового образца, и сразу есть какое-то сопротивление вот этим каким-то нововведениям. Сейчас, мы помним, в 2020 году была тема вакцинации и, соответственно, чипирования, перевода всего образования на удаленку. И поэтому вот это такая форма закабаления, рабства. У нас все хотят нам поставить эти штрих-коды, опять же, куда-то, не знаю, на лоб или на афедрон. Ну, в общем, что-то с нами постоянно хотят сделать. Вот, люди этого боятся и на авансцену выступает тема вообще апокалипсиса, конца света. И как же все-таки правильно воспринимать это явление? Давайте, может быть, несколько обратимся к книге апокалипсиса «Откровение Иоанна Богослова». Ну, понятно, что эта книга, во-первых, очень сложная. Я всегда на наших библейских курсах, которые у нас в храме проходят, всегда рекомендую. Потому что она последняя, и она самая таинственная, и к ней очень много вопросов. А как же все-таки это будет? А как это столковать там саранчу, там стрекоз и так далее, и так далее? Кстати, вот, я всегда людям напоминаю о том, что любую книгу читают сначала, а не с конца. И это последняя книга, она последней должна быть прочитана. Ну, хотя бы в изводе Нового Завета начать с Евангелия, а потом уже дойти до апокалипсиса. Потому что апокалипсис может быть понят только в контексте Евангелия. Если мы возьмем эту книгу отдельно, ну, это получится очередной голливудский хоррор. Вот, со всеми там зомби-апокалипсисами, там, и так далее, и так далее. Так вот, обратимся к этой книге. Как вам кажется, главное настроение этой книги, то есть мы сейчас не будем брать историческую канву, кем она написана, авторство, это не суть важно. В данном случае, может быть, стоит вернуть христианам какие-то изначальные настроения. Как вам кажется, настроение книги «Апокалипсис», каково оно? Ну, оно такое смешанное чувство у меня лично вызывает эта книга. С одной стороны, мы должны сказать о том, что книга «Апокалипсис», она является продолжением более древней такой традиции апокалиптической. То есть, в принципе, вот такое желание конца, ожидание конца, предчувствие конца, и оно сопровождало, наверное, всегда человечество. Вот, окружающий мир, он такой непредсказуемый, такой изменчивый, такой динамичный, и всегда хочется, ну, хоть на что-то опереться. Вот мы, да, говорили с вами на прошлой неделе о судьбе. Это тоже такая психологическая потребность человека на что-то опереться. Вот в этой всей, то есть, те же суеверия там, да? То есть, я вот в этом хаосе событий, я выделю какие-то фрагменты, и которые будут устойчивы, я смогу на них опереть что-то. Если черная кошка, значит, неприятно. То есть, даже если это не так, но человек в этом ищет себе какую-то подпорку, потому что если у него это забрать, он, может, совсем рухнет тогда вот под натиском хаоса, да? Или человек говорит, это воля Божия. Ему так спокойнее, ну и хорошо, пусть так, пусть он это так воспринимает. Ну вот, мне кажется, вот с одной стороны, эта книга, конечно, она продолжение вот этих традиций апокалиптических. В Ветхом Завете мы знаем, они апокрифичные были, эти произведения, но тоже были своего рода апокалипсисы. И мы знаем, что ко временам Иисуса Христа ходили такие народные рассказы, где тоже вот конец света и все остальное, вот оно описывается абсолютно идентично, так же, как и в апокалипсисе Иоанна Богослова. То есть, вот все еще будет рушиться. Даже мы можем опереться на послание апостола Петра, что небо, как свиток, значит, совьется, все стихи сгорят. Вот, то есть, вот в народе ходили такие рассказы, и люди так и думали, что все это надо сжечь. Вот, так же, как там при потопе все надо было потопить, теперь надо все это сжечь. Вот, это тоже, мне кажется, то, о чем мы говорили, психологически нужно человеку опереться на какую-то судьбу, чтобы, ну, выстоять в тяжелые ситуации какие-то, да. Вот, а если это индивидуально рассмотреть в масштабах общества, то надо опереться, ну, хотя бы на конец. Да, сейчас все плохо, сейчас все непонятно и неустойчиво, но в конце концов все все равно сгорит. То есть, мы хоть знаем, как это будет в конце. То есть, это, мне кажется, это дает некую психологическую устойчивость уже в масштабах там вот всего общества, всего Вселенной, что да, сейчас плохо, но потом все сгорит, и будет новое хорошее. Вот, поэтому и как элемент вот этой нашей психологической потребности вот в каких-то точках устойчивости, да, потому что, ну, парадоксально, но в Новом Завете Христос, он как бы, вот все такие искусственные точки, он вышибает из-под нас. То есть, вот, фарисеи хотели опереться на какую-то праведность. То есть, они искали точки, да, сейчас все вот хаос, но я-то все делаю по закону, как бы, и значит, Бог-то мне должен воздать за это. То есть, они искали точки опоры в праведности, и Господь вышибает всю их праведность. Говорит, ваша праведность, она такая же, как и у шимпанзе. То есть, они тоже делятся бананом, если с ними поделись бананом. Поэтому, если ты поделился бананом, это не значит, что Бог там уже тебе готовит награды там на небе, все ангелы ликуют, все кричат «Аллилуйя!» и уступил там в трамвае место бабушки. На самом деле, может, никто и не заметил этого, и никто и не ликует. Мы сейчас немножечко уходим. Но к уши, да. Я просто хотел бы сказать, что есть три традиции, вот, по крайней мере, так как я, ну, там, читаю, мы с прихожанами священного писания, я, ну, библистикой просто непрофессионально, конечно, я не заканчивал аспирантуру общецерковную по библистике, но мне это интересно, и выработаны, я так смотрю, три школы подхода к книге «Апокалипсис». Вот есть, условно говоря, условная школа библистов, которая считает, что это книга о будущем, вот. Ну, то есть она, с позиции будущего ее прочитывают, ее стараются истолковать, все символы, все метафоры и так далее. Другая школа, она как бы про то, что, про прошлое. То есть, опять же, возвращают нас во времена Иоанна Богослова, говорят как раз о апокалиптических настроениях первой христианской общины, вспоминают о том, что Иоанн Богослов написал эту книгу конкретной церкви в Эфес, вот, ну и так далее, и так далее. То есть стараются какие-то интересные факты из прошлого дать для того, чтобы эту книжку понять. И, наконец, есть третья категория. Такие современные библеисты в большинстве своем протестантско-католического толка, потому что, вот, к сожалению, среди православных я не знаю именно представителей вот этой третьей категории. То есть есть у нас там отец Иоаннуарий, Ивлев, но он относится как раз ко второй категории. Он очень подробно исторический контекст раскрывает этой книги и так далее. Что интересно, с одной стороны, непонятно, как это привязать к себе. Зачем это нам? Ну да, то есть не то, что зачем, можно для интеллектуального роста, а просто вот как вот с этим состыковать свое мировоззрение, вероучение, ну то, что это было когда-то в прошлом, сейчас же мы так не живем и так далее. Вот современные библеисты, как я уже сказал, католики-протестанты, они начинают слишком абстрактно вокруг этого апокалипсиса. То есть там иногда хочется заглянуть в саму книгу «Апокалипсис» и поискать, где это то, о чем они говорят. То есть настолько они берут оттуда это все, вытаскивают именно собственное толкование. То есть это прекрасные проповеди, это прекрасные какие-то размышления. Так они эту задачу и выполняют, чтобы к нам это как-то приблизить. Но я не договорил, батюшка, извините. Да, а я просто в связи с этим как раз вопрос-то хотел задать. Все-таки про настроение, если мы возьмем тем, то есть вопрос, с которого я начал. Так это вторая часть ответа моего. Сейчас я просто в первый углубился. Так, хорошо. И, то есть, с одной стороны, это продолжение давней традиции, вот желание опереться на что-то, хотя бы даже в конце. Ну, скажем так, там, что вот грешники получат воздаяние и так далее. То есть это вот такое чувство справедливости, которое должно быть удовлетворено хотя бы вот в той точке конца. И чтобы все было заново и хорошо. Вот, а это, как с этой точки зрения, я как бы на это уже смотрю немножко со стороны, но в том плане, что мы можем, если мы понимаем, что это давний такой настрой человечества, да, что все должно быть хорошо, но не нашими руками, а когда-то потом, и все обязательно надо, как у коммунистов, помнишь, если бы вот тоже там, мы должны старый мир до основания разрушить, тогда уже новый будет хорош. Вот. С другой стороны, там есть места совсем с другим настроением, вот, с какой-то теплотой, с какой-то верой, особенный вот этот первохристианский настрой, он все равно там проглядывает, когда вот гряди, Господи, гряди скорее. То есть какое-то желание вообще быть со Христом, какая-то теплота, какая-то близость. Вот. И потом, может быть, это одна из немногих книг, где сказаны такие одобряющие тоже слова, там, побеждающему дам там то-то, побеждающему дам камень, на котором его имя, который никто не знает. То есть для меня это что-то такое сокровенное, которое отзывается во мне. То есть вот для меня вот эта книга, она сложна тут с моей многоплановостью, и что один какой-то план, который общих таких настроений, пессимистических и так далее, он уже по-другому мной воспринимается. А вот то, что там есть светлое и теплое, именно вот обращенное, потому что на самом деле вот посмотреть, если новый тот же завет, да, там много таких тревожных мест, где я там не дотягиваю, да, там еще. И мало таких каких-то одобряющих, что у тебя получится, да, там, знаешь. Вот, поэтому, может быть, какие-то вот я вспоминаю, когда я уцерковлялся, читал тоже, и новый завет, конечно, читал, как вы правильно сказали. Сначала с Евангелия, потом уже доходил до апокалипсиса. Многое непонятно, многое непонятно, как трактовать, но на какие-то места душа отзывалась, что там, что у тебя получится, все будет хорошо, там. Или даже вот какая-то видна забота, да, того же Ильяна Богослова, или Бога, смотря как это трактовать, о церквах, да, там, тому-то скажи то-то, тому-то скажи то-то, то есть какая-то... Или тому-то скажи, знаю, что тебе тяжело, но там потерпи. То есть вот именно какая-то такая теплота, забота, близость Бога со своей церковью. Я, кстати, встречал интересное толкование темы вот этих вот посланий семи церквам. И тут я себя немножко как бы перебью к вопросу о том, что все там будет ужасно и кошмарно, там все свернется и так далее, и так далее. Это же как раз очень небольшая часть этой книги. То есть эта тема начинается, по-моему, если мне память не изменяет, где-то, по-моему, с 11-12 главы, вот, когда описывается борьба антихриста со Христом, с Агнцем. Вот. А до этого вот эти вот послания семи церквям, очень интересная тема, и мне понравилось, потому что есть вариант подхода к этим семи церквям, как к реально историческим церквям, которые действительно существовали. Вот. А есть интересный подход, когда под этими церквями метафорически, аллегорически представлены семь эпох существования церкви. Вот. Там же, насколько я помню, вот как раз Эфесской церкви, когда он пишет, самое первое послание, он как раз говорит, что ты утратила свою первую любовь. Это вот первый этап церковной жизни, когда первая любовь несколько отзывается, да, назад откатывается, куда-то исчезает. Вот та самая апостольская любовь, в которой еще жили апостолы, еще жили мужи апостольские, постепенно куда-то уходит. Ну и там я сейчас не буду перечислять вот эти вот эпохи, там, Пергамская церковь. Интересно, как трактуется Ладикийская церковь, то есть это последнее послание, это как раз седьмая церковь, в которой в этом послании говорится о том, что ты слишком надеешься на себя. И в этом смысле вот эти вот толковники, современные библисты говорят, что это какой-то финальный этап жизни церкви, абсолютно атомизированный, автономный от Бога, когда наименование себя, собственно говоря, допустим, приверженцем Христа, христианином, тебе будут вселять уверенность в собственные силы, ты будешь независим, ты будешь мощен. В общем-то, церковь, на самом деле, мне такое ощущение, что она на протяжении своего исторического пути неоднократно переживала эти этапы, и, как правило, заканчивалась очень печальными. Мы помним Константинопольскую церковь, 15 век, когда это все тоже очень сильное, мощное и так далее. Вот этот патриархат как-то раз, он там переворачивается, и прочее, прочее. Вот в этом смысле я бы хотел задать вопрос, какую системную ошибку допускают христиане, когда, ну вот, читают книгу Апокалипсиса только с точки зрения поиска знаков конца света, и начинают от страхования, боязни и так далее. То есть вот в чем системный сбой? Вот нас смотрит простой человек и говорит, ну а как же вот вакцинация? Ну чипируют же меня, и все, я предал Христа, все, я в Царство Божье не попаду. 25 лет жил нормально себе в церкви, тут мне засунули вакцину от коронавируса с чипом, все, теперь обо мне знают, хлеба я теперь без прикладывания пальца не могу купить, все, погибло, гипс снимают, клиент увечает. Вот, как мы ответим таковым христианам? В чем системный сбой? Почему так мыслить ошибочно? И как лучше бы мыслить? Вот как вот поменять, в каком направлении двинуть вектор мысли? Ну, значит, мы должны, чтобы поменять кардинально этот вектор, надо поменять отношение к времени, потому что традиционное отношение к времени, что время — это зло вообще само по себе, потому что вот это, давай скорее, Господи, заканчивай этот мир и сделай новый, то есть само это продолжение времени, по сути, оно по умолчанию воспринимается христианами как зло. Вот. И поэтому мы хотим, чтобы скорее вот все это закончилось, скорее бы пришел конец. И так психикоустроено, что если мы ищем что-то, знаки там, ну, например, также это же механизмы суеверий, почему человек верит, что черные кошки приносят ему неудачу? Потому что он как бы направляет внимание в эту сторону и очень внимательно следит, что произойдет вот после того, как он... Если человек, и на самом деле он набирает доказательную базу, но только потому, что он связывает произвольно два вот этих несвязанных события абсолютно. В его сознании они уже связаны. И значит, он будет набирать доказательства. Вот если, значит, мы будем связывать книгу Апокалипсис с нашими днями, то мы обязательно наберем доказательную базу, что так они и есть, эти последние времена. И на самом деле, если мы посмотрим в историю человечества, не было никогда такой эпохи, когда бы христианин не говорили, все, вот мы живем в последние времена. То есть не было такой эпохи. Если мы возьмем даже вот сталинское время, советское время, люди, все, последние времена, церковь разорили, все, скоро уже будет конец. Вторая мировая, война. Любое, ну любое, даже вот далека, да, первая, вторая, революция, то есть постоянно, вот, ну все, последние времена. Братская любовь. Взять там 17-е экстера, обрядцев тоже, все, последние времена, все, церковь гонят там, нас за двоеперсия там, вот. И поэтому то, на что направлено наше внимание, то оно и выискивает из реальности. Мы, человек строит картину мира, исходя из того, какие значимые для него ситуации, объекты. Если для него значимо найти знаки конца мира, он найдет эти знаки конца света. И в этом плане как раз, почему апокалипсис как бы резонирует с этими настроениями, потому что это вот та первая сторона в нем, о которой я сказал, что это древнее такое течение в человечестве, в нашей психике, который как раз и ищет эти знаки. Поэтому, как только человек на эту волну настраивается, он в апокалипсисе очень много этих знаков. Другой вопрос, что почему так точно совпадает, ну, скажем, та структура государственная, которая, опять же, к этим знакам, к этим, то есть она эту знаковую систему тоже считывает, получается. И тут как бы у меня такая, ну, конечно, она может быть и неправильная, но точка зрения такая, что мы воплощаем в жизнь то, о чем мечтаем, даже если это страшные мечты. То есть вот мы говорили про миф в какой-то программе, я помню, что, в принципе, из того, о чем мечтали люди в древности, все, в принципе, воплощено. Там, печь, на которой Иван едет, это автотранспорт, вот даже двигатель там есть. Там, ковер-самолет, пожалуйста, назвали даже самолет, яблочко, которое по блюдечку катается и показывает события. Да, пожалуйста, вот смартфон в твоей руке. Даже яблочко не надо кататься, можешь яблочко съесть, а в смартфоне увидишь все, что ты... В принципе, вот все воплощается. Сапоги там, скороходы, ну, не знаю, но это машина, в принципе, легко это заменяет. Кироскутер. Да, то же самое, да. У меня сапоги. То есть и в этом плане вот мечты, какой-то хоррор человеческий, как это все закончится, мне кажется, оно тоже как-то считывается. Вот почему надо было именно карточки сейчас вот это, именно... Потому что это же можно как-то по-другому было реализовать, но технически, может быть, люди, кто это реализует, они тоже как бы бессознательны или осознанно. Именно надо там вживить в правую руку, не в левую, да, или на лоб там. Ну почему? Ну как-то это считывается, что именно так вот надо. То есть тут все-таки есть какая-то двухсторонняя связь. С одной стороны, мы сами продуцируем эти страхи и в желании опереться на что-то. С другой стороны, эти как бы то, что мы, о чем мы мечтаем, да, как-то в нашу жизнь все равно потом возвращается. И это дает дополнительные как бы подтверждения, что наши страхи не обоснованы, да, что они подтверждены, реально же это все происходит. Да, вот прям в правую руку. Да. Вот. Вот, но опять, смотрите, то есть чтобы кардинально изменить этот вектор, мы должны поменять отношение ко времени. Но это я не свою мысль, это я отца Вячеслава Рубского услышал, у него замечательная есть лекция по поводу конца света. Вот он говорит, что есть три концепции восприятия времени. Вот классическое, что время это зло. Потом можно назвать ее там протестантское, что время это значит время мне на добрые дела. То есть Бог мне дает время, чтобы я сделал больше добрых дел. И тут вроде бы она лучше, чем вот просто, что время зло, да? Но все равно получается тут как бы подковырка в чем? Что я-то делаю, стараюсь добрые, но я же делаю злые дела. Я же грешник, я же грешу. И получается, что я злыми делами перечеркиваю то добро, которое я вроде бы тоже стараюсь делать. Или просто время трачу не солесообразно. Ну или попросту тут, да. И получается, что то время, которое мне Бог дает, оно как бы яд он мне дает. Потому что я становлюсь со временем все грешнее и грешнее. И тогда получается опять время как проклятие, от которого я должен избавиться. И вот третий, как бы такой выход, православная точка зрения, да, это что время, это благословение Бога. Оно не для того, чтобы я что-то сделал. Оно для того, чтобы я был, чтобы я стал, чтобы я там, ну, прозрел, увидел Бога, увидел, как бы ситуацию глазами Божьими, да, что Бог на нас смотрит, мы как трава полевая. Сегодня мы есть, завтра нас нет. И то есть, чтобы наше восприятие времени не сводилось к функционалу, что там за это время я должен пропылесосить квартиру. Пылесос, он как бы может свестись к функционалу. Если он пыль не всасывает, а выбрасывает ее из себя, то это плохой пылесос, грешный. Вот. Человек не может свестись к функционалу, что он должен там где-то убраться, что-то сделать, чтобы он просто есть перед Богом. И перед Богом он уже красота, что он есть. Так же, как трава для нас, она уже красивая. И не надо что-то специально делать, чтобы быть для нас красотой. Вот. И как... Эта точка зрения, она, кстати, у апостола Петра подтверждается, да, что... Почему он говорит, Господь не приходит? Он дает нам время на покаяние. Да, то есть просто... Просто... Ну, мы можем как бы эту фразу рассматривать так, что просто Бог нам дает время, и то время, которое он дает, это и есть его любовь к нам. То есть он дает нам пространство и время, чтобы нам побыть. Без какой-то, может быть... И превратить, что важно, и превратить жизнь в событие. В том смысле... Ну, то есть мы обычно употребляем это слово. Ну, может быть даже осознать, что оно событие. Нет, именно превратить, я думаю. Потому что когда превратить, опять какое-то движение, какое-то усилие, я должен делать. Если взять, просто черточку поставить между приставкой со и словом бытие, вот, то мы действительно можем превратить жизнь в со-бытие с Богом, в со-бытие с людьми, в со-бытие со всем сущим. И это форма нашего оккультуривания себя самого и пространства вокруг себя. По сути, да. Мы не сможем... То есть мы должны именно Бога впустить в эту ситуацию и принять эту жизнь и это время как дар. И тогда это будет, конечно, качественно другой вектор. Тогда нам не нужно будет искать признаков конца света. Потому что если время, которое Бог нам дает, и есть его дар к нам, его любовь, то мы не будем стараться быстрее это все промотать до конца. Вот там в конце... То есть это все равно какое-то... Вот там в конце... Сейчас мне плохо, но вот через год мне будет хорошо жить. Там как в посланиях, там я не знаю, политических... Ну, я думаю, что в этих знаках-то, в поиске этих знаков не столько желание прекратить время, потому что как раз все наоборот. Желание максимально оттянуть этот конец. Ну, то есть почему люди там уезжают в землянки, не принимают этих паспортов? Ну, они так не оттянут. Почему? Если уж придет, так придет для всех, конечно. ситуация-то какая? Как люди мыслят? Признаком конца света будет, скажем, печать, которую поставит антихрист. А мне не поставят, я уезжаю в землянку. И вот люди до конца даже не могут продлить, додумать свою мысль до конца. То есть, как бы понятно, что ты не хочешь печать антихриста получить, но ты одновременно с этим не хочешь встречи со Христом, не хочешь произнести эту последнюю фразу в этой книге Апокалипсис, ей, Господи, гряди. Поэтому ты хочешь максимально, опять же, автономно, без риска какого-то для себя, для комфортной своей жизни. А комфортная жизнь это не только, когда мы в ванной можем полежать и там кушать вкусные какие-то, есть вкусные какие-то деликатесы. Ну и в том числе комфортная жизнь это жизнь предсказуемая, жизнь подконтрольная мне, жизнь, в которой я главный персонаж и так далее, и так далее. Отец Николай, у нас подходит время передачи к концу, к сожалению, мы вот только-только, как всегда это бывает, разговорились и какие-то интересные темы пошли. Резюмируя просто, мне хочется сказать, что главным настроением все-таки, вот как мне кажется, ну в принципе вы этого не озвучивали, но это прочитывалось между строк. Главное настроение книги «Апокалипсис» это надежда. Вот, это как раз надежда, любовь, любовь к Богу, любовь Бога к нам, надежда и упование на Него. Относительно недавно, кстати, попадалась такая интересная гравюра, не гравюра, средневековая изображение веры, надежды, любви, где вера изображается с большой книгой на коленях, ну потому что вера это поиск истины, это там чтение каких-то словес, ну и так далее. Любовь изображена в таком пышном красном королевском платье, сидящем на троне, ну потому что венец всех добродетелей. Надежда очень интересно изображалась. Она изображалась не стоящей на колене, но вот очень сильно запрокинута назад, вот еще чуть-чуть и она как бы упадет. Вот. В этом таком жесте прочитывалось и то, что ну вот вырабатывает доверие к миру, да, когда человека ставят на край стола и говорят, мол, упади, он должен упасть, зная, что его подхватит. Но интересно то, что Христос изображался не снизу ловящим, а он изображался сверху держащим, ну как бы на невидимой нитке. То есть надежда, которая держится за Христа, и в этом смысле надежда неотделима от Христа. И вот в этом смысле мне кажется как раз это прекрасная иллюстрация в книге Апокалипсиса. У людей, которые ищут знамений, нету какой-то вот этой вот надежды в значении понимания, что тебя держит Христос. И пока он тебя держит, ничего страшного с тобой случиться просто не может. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Читайте книги, просвещайтесь и присоединяйтесь к нашей передаче в следующий понедельник. Храни Господь. Субтитры создавал DimaTorzok